А кто чаще всего вымогает деньги? Выполнил заказ, и тот человек порекомендовал тебя другим людям. Конечно, нам это не очень нравится, что нас вырубают, да. И тем самым вы падаете и лежите. И ничего не можете с этим поделать. Ботнет, да, по порядку. Это от 50 до 500 тысяч. Друзья, привет! Сергей Павлович, в эфире снова новый выпуск. На сей раз посвящен ДОС-атакам. Человек в маске выяснит, что он скрывает, что такое ДОС-атаки, сколько на этом можно зарабатывать. И вообще, зачем он по традиции появился в этой студии. Итак, расскажи, что такое ДОС-атаки вообще. Всем привет, ребят! Я занимаюсь ДОС-ом на протяжении многих лет. И сейчас расскажу вам вообще об этом направлении, об этой тематике. Что это такое, как я туда попал. В прошлом выпуске мы говорили об IPO компании InMod израильской на платформе United Traders. И многие из вас оставили заявки на акции, но всем не хватило, потому что спрос на их акции превысил практически в 10 раз предложение. Но поскольку в этом выпуске мы говорим о ДОС-атаках, есть прикольная инвестиционная идея о покупке акций и компаний, связанных с кибербезопасностью и вообще с защитой информации в интернете, накануне публикации их квартальных отчетов. Понимаете? Потому что в компаниях, связанных с кибербезопасностью, это там Palantir, Splunk и многих других, отчеты, которые они публикуют каждый квартал, зачастую оказываются лучше ожидания инвесторов. И как только отчет опубликован, акции компании нередко растут. Поэтому, если мы посмотрим на United Traders, такие компании, как Splunk, если коротко, это вообще платформа для сбора, хранения, обработки и анализа машинных данных, то бишь логов. О логах вы все знаете. Также там есть компания Tufin, она обеспечивает безопасность именно сетевой инфраструктуры. И третья компания сферы кибербезопасности, которая присутствует на United Traders, это The Scaler. Своими словами, это антивирус, песочница, которая позволяет открыть подозрительные файлы в облаке, чтобы они не проникли на ваш компьютер. И вообще, в целом, она позволяет вести активность пользователей в облачной инфраструктуре. И, как я уже сказал, если мы приобретаем акции этих компаний накануне публикации их квартальных отчетов, то они имеют немалый потенциал рост. Поэтому заходите на площадку United Traders, ссылку на кибербезопасные компании я оставлю внизу. Изучайте, смотрите. До 20 августа принимаются заявки, а публикация их квартальных отчетов будет в начале сентября. Вот, ссылка в описании. Напоминаю, что минимальное вложение на United Traders 50 долларов, и, в принципе, все компании сферы кибербезопасности названы, и многие другие, которые вы можете найти на United, они имеют немалый потенциал роста. В общем, раньше можно было найти людей, которые обучали всему этому. Ну, ценник был примерно долларов 300-400. Вот, сейчас, конечно, это уже стоит дороже намного. Вот. Информацию найти на тот момент было очень сложно, потому что в России это было, скажем, не так престижно. Да и никому, в принципе, не нужно было это. Давай по порядку тогда. Да, что такое ДОС, ДДОС? ДОС – это атака, направленная на выведение из строя, а ДДОС – это то же самое, только распределённое, то есть производится с нескольких устройств. К примеру, если вы не знаете, что это такое, давайте я проведу аналогию. Допустим, вы играете в теннис с пушкой, которая подаёт вам мячи. Вы их отбиваете, но в какой-то момент эта пушка начинает в секунду подавать вам столько мячей, что вы просто не успеваете их отбить. И тем самым вы падаете и лежите, и ничего не можете с этим поделать. В данном случае мы – это ресурс, а пушка с шариками – это ДДОС-атака, которая направлена на вас. И вы лежите, ждёте помощи, в данном случае человека, который поднимет сервера, то есть это сисадмин какой-то, ну и так далее. Какое количество компьютеров, допустим, у хакера, который занимается ДОС-ом, нужно, чтобы вывести из строя крупный ресурс? Ну, одного достаточно. То есть если у человека, который этим занимается, есть Батнет, то у него много заражённых компьютеров в подчинении. И атаку, соответственно, производит он с них. То есть он запускает всё просто, мониторит, выставляет порты и так далее. И ждёт, когда ресурс упадёт. Собственно, также в подчинении у хакера может быть различные скрипты. То есть это, в принципе, для начинающего такого. Это обычные скрипты, которые пишутся на питоне, там ставятся на Windows или Linux. Но это что-то на таком детском уровне, скажем так. Потому что сейчас это уже не актуально. И осталось где-то, ну, в годах 2015-х, ну, по аналогии, это типа логика, который был популярен. Вот. Потом идут также сервера, спуф, нон спуф. То есть покупается сервер, подбирается таким образом, чтобы он не был забанен. Устанавливаются на него специальные тоже скрипты, программы. И тем самым атакуются с этих серверов ресурс. Мощности тоже неплохие. Если у человека таких серверов много, то может без проблем положить какой-нибудь крупный сайт, да, к примеру. Вот. Потом идут стрессоры. Стрессоры — это вообще для новичков, скажем так, для тех, кто хочет додосить и не иметь при этом знаний и вложений не имеет. То есть стрессор, по сути, это сайт, к которому подключены как раз сервера. Вот. Ты заходишь, логинишься, покупаешь какой-нибудь доступ. Вот. От этого зависит мощность атаки, которая будет. И, соответственно, вбиваешь ссылку, выбираешь метод атаки и запускаешь. В принципе, всё. И самый, конечно, высокий уровень — это ботнет, но его содержание обходится не одной тысяче рублей, скажем так. Потому что, во-первых, нужно уметь их настраивать. Это тоже какие-то знания. Их нужно покупать, никто бесплатно не будет делиться. Потом также нужны сервера, чтобы разместить этот ботнет. Также сервера нужны, которые не будут банить. Это тоже знания. и установки на файл криптованный, чтобы заразить чужие компьютеры и потом уже с них проводить атаки. Смотри, ботнет, да, по порядку. Ботнет, получается, что такое бот? Бот — это чей-то заражённый компьютер. Да. Какого-то частного пользователя. Ну да. Как происходит заражение? Заражение в основном происходит посредством пользователя открытия файла, ну то есть файла вируса. Вот. Или, как делают все додосеры, они просто заходят на какой-нибудь форум и покупают инсталлы, то есть установки на ваш файл. То есть, допустим, человек платит 4000 рублей и ему за это предлагают 1000 установок на ваш файл в зависимости от региона. То есть, платишь 4000, получаешь где-то 1000 установок из США, например. И ты знаешь, что вот у тебя заражённые это пользователи, которые сидят в США. Но для этого ты должен, я так понимаю, предоставить тому, кто проливает эти инсталлы, ты должен предоставить ему какой-то вредоносный файл. Да. Это он и есть как раз. То есть... Откуда он берётся, этот вредоносный файл? Этот файл как раз делается в самом ботнете. Но он кем делается? Он делается, то есть... Кто захотел создать свой ботнет, да. Ну, то есть, если человек создаёт ботнет, скажем так, сейчас очень мало людей, которые создают ботнеты, и они пользуются ботнетами, которые выложены в сети или покупают их. И там, в принципе, есть билдер, где ты можешь зайти и сделать как раз этот файл, который будет под тебя. То есть, если человек его откроет, то как раз его данные, грубо говоря, его компьютер будет в подчинении именно у тебя. А сколько стоит такой вредоносный файл? Ботнет стоит, ну, вообще цены разные, конечно, на форумах я видел и за 12 тысяч, можно найти бесплатные исходники, сделать самому, вот, а так, я думаю, хороший ботнет будет стоить не меньше тысячи долларов. То есть, наши действия, если мы захотели создать ботнет, первое, мы создаём вредоносный файл, да, ну, пишем сами, покупаем, там, модифицируем под себя. Ну, нам не нужно, в принципе, его создавать, ботнет, это сделать за нас. То есть, мы покупаем ботнет, и там уже через билдер просто делаем этот файл, в зависимости от того, что мы хотим. Мы сделали вредоносный файл, затем второе наше действие, мы должны каким-то образом максимально распространить его за настоятельно, либо при помощи людей, которым мы за это заплатим. Всё верно. И ты говоришь расценки за тысячу установок моего вредоносного файла я заплачу сколько? Ну, примерно 4 тысячи рублей, но, опять же, это будет не тысяча установок, а, ну, примерно в хорошем отстуке, штук 700-800, потому что, как бы, никто не даёт гарантии, то, что это будет тысяча, потому что пользователь, ну, некоторые могут не открыть этот файл, могут скачать, не открыть, скажем так. Некоторые могут просто там даже не скачивать, а по ссылке зайти и так далее. то есть, за 4 тысячи это, ну, 700 установок в среднем. И то, если файл хорошо закриптован, то есть, антивирус его не обнаружит. А насколько влияет география, вот, например, ты сказал, что, допустим, получишь за 4 тысячи рублей 700 установок, к примеру, из США. Насколько влияет география на цену вот этих вот установок? Все дело в том, что в Европе страны, люди получают там больше деньги, и в США тоже, чем, допустим, в СНГ, и тем самым, если мы льем инсталлы оттуда, то, ну, вот на это же не только дудос, это еще и стиллер, который ворует все файлы, там, куки и так далее, то у нас больше шанс найти на компьютере жертвы что-то годное, скажем так. Ценную информацию, которую можно обратить в деньги. Я понял, то есть, соответственно, выгоднее всего заражать именно компьютеры западных стран. Да. Хорошо. Какие, я просто, когда писал свою книгу, я изучал количество машин в ботнетах, и были очень крупные ботнеты, типа «Марипозы», там было по 12,7 миллиона машин, то есть, какие самые большие ботнеты на сегодняшний день, которые ты видел либо слышал? Ну, на сегодняшний день я не знаю, потому что все очень быстро меняется достаточно, вот, некоторые ботнеты выходят из актуальности, некоторые, наоборот, становятся популярными, вот, я могу сказать то, что сейчас проводятся одни из самых больших атак с ботнетов, с силой, мощностью 500 гигабит, это очень много, можно вывести из строя любую систему. Ну, опять же, это очень большие деньги, то есть, количество зараженных пользователей в ботнете должно быть просто неимоверное. Сколько компьютеров в ботнете достаточно, чтобы вывести, вот, например, сайт, ну, средний уровень, какой-нибудь интернет-магазин. Но если это просто какой-то магазин одежды, скажем так, который не находится в топе, Яндекс, там, или Гугла, то тут даже и ботнет не нужен, тут хватит серверов, а то и стрессоры. стрессоры, да, ты сказал стрессоры и отдаленно нам об этом вообще объяснил, что это такое. То есть, стрессоры, я так понимаю, это для новичков, если ты сам не умеешь производить ДОС-атаки, то ты просто заходишь на какой-то сайт, вбиваешь туда адресы жертвы, в этом Ламода Ру, к примеру, да, вбиваешь их адрес, выбираешь тип атаки, пополняешь аккаунт, оплачиваешь, и профессиональные ДОС-еры типа тебя начинают производить уже направленную атаку, да? Ну, примерно так, только там не профессиональные ДОС-еры, а просто сервера, которые подключены к этому стрессору, то есть, это такая штука, чтобы максимально бюджетно, скажем, зайти в ДОС, вообще в эту сферу, и максимально без знаний, то есть, по факту, ничего не нужно, знать, чтобы это сделать, ты, грубо говоря, пользуешься просто чужой мощью, скажем так. А много ли стрессоров сейчас по миру? Потому что я знаю, общаюсь с одним американским профессором, они их постоянно закрывают, и такие срока раздают владельцам стрессоров, что, мама, не горю. стрессоров, но вообще стрессоров, я считаю, тоже достаточно много, вот, знаю людей, у которых есть свои стрессоры, и люди ими активно пользуются, но в основном это зарубежные какие-то стрессоры, и по мощности, ну, в принципе, не все так плохо, я бы сказал. То есть, захоти я завтра положить сайт конкурента, ну, или из мести, да, кто-то мне насолил, то есть, я захожу на стрессор, проплачиваю, и сайт моего там обидчика лежит, допустим. Да, все верно. Причем, это даже выгоднее, чем заказывать просто Дудос-атаку у кого-то, потому что покупаешь доступ в стрессор на месяц, платишь за это, ну, тысяч пять-шесть, скажем так. Рублей? Да. И пользуешься. Ну, а эффективность его какова? То есть, возможно, на сайт, который я хочу там положить, который мне насолил, то есть, мощности вашего стрессора не хватит? Ну, да, у стрессоров ниже эффективность, если просто самому делать сервера для Дудоса. Это связано с тем, что у стрессора много пользователей, и нужно всем какую-то часть мощности отдать, чтобы никого не обделить, из-за этого как раз она урезается. А ты сказал, что на стрессоре выбираешь тип атаки, да? Но я вот, допустим, новичок в этом бизнесе, и я не знаю, какой тип мне атаки выбрать. атака, это можно, я думаю, посмотреть на форумах, что, какая атака, за что отвечает, потому что, в основном, в стрессорах, скажем, самые популярные примитивные виды и методы атак, это http, уровень седьмой, то есть, это уровень 4, UDP, TCP, протоколы, вот, и со стрессора, в принципе, можно положить даже сайт, на котором установлен Cloudflare, то есть, может, видел, когда заходишь на какой-нибудь сайт, появляется такая крутилка или загрузка, которая 4 секунды идет. Ну и капча еще периодически. Ну вот, капчу стрессор никак не обойдет, для этого нужна, нужен отдельный метод атаки, который называется JavaScript Bypass. И что он дает? Он дает обходить как раз проксирование, вот эти вот крутилки, иногда капчи, но капча, там совсем все сложно, потому что это считается высший пилотаж, нам нужен будет реальный IP сайт, чтобы ее обойти, это как минимум, ну и большая мощность. То есть, если сайт с капчей, да, там, с проверкой вот этой я не робот, или вообще там пазл какой-то собрать, вот, то могу сказать 99% вероятности, что стрессор этого не сделает, не положит его. Много ли людей пользуются услугами этих стрессоров? Да, в основном пользуются те, как раз, кто хочет избавляться от конкурентов, или пользуются те, кто хочет там протестировать свой сайт на безопасность, то есть, им выгоднее купить его, чтобы там месяц тестировать свой сайт, чем платить каждый раз за атаку дудосеру. А как человеку, допустим, далекому от этого найти такой стрессор? Ну, в принципе, опять же, я думаю, можно помониторить форумы, там найти какую-то информацию, можно просто вбить в Google стрессор, и там выдаст какие-нибудь результаты. Но все это незаконно. Ну, как? Вообще, создатели стрессоров пишут открытым текстом то, что используют только для своего сайта. То есть, они не говорят вам атаковать какие-то чужие сайты и другие компании, а говорят тестировать строго свои сайты. И тем самым, если человек этого правила не придерживается, то, по идее, ответственность на нем уже. А почему бы тебе не сделать тогда собственное стрессор такое? Ну, я считаю, что это невыгодно, прежде всего, потому что на Дудосе можно заработать гораздо больше деньги. Грубо говоря, ты предоставляешь свою мощность другим людям и получаешь за это 3-5 тысяч рублей в месяц, что, в принципе, не так выгодно. если бы ты сам сидел бы и делал бы заказы и Дудосе. Все ли сайты поддаются Досу? По идее, абсолютно все. Но это, опять же, зависит от мощности, от твоей, обращения. Потому что, если ее не хватит, естественно, сайт не ляжет. Вот. А также от навыков твоих обращения с оборудованием, скажем так. А так, если у тебя вся планета, скажем, заряжена, то считай, что ты бог. Ты сам заражаешь или покупаешь какие-то готовые боты? Сейчас я не пользуюсь Батнетом. У меня в основном сервера. Ну и сколько у тебя серверов? 20. И достаточно ли твоих 20 серверов, чтобы вывести из строя сайт уровня ламоды озон.ру? Ну, в принципе, их может быть недостаточно, но в совокупности с тем, что у меня есть членство в нескольких стрессорах, а также другие люди, которые могут помочь проатаковать какой-то ресурс за какой-то процент. То есть у додосеров такое дружелюбное комьюнити, где вы можете вместе атаковать и делить просто деньги на всех. То есть в совокупности это дает огромную мощь. А если ты будешь распределять атаку с каким-то своим коллегой, допустим, на один и тот же ресурс, у вас атака будет по одному вектору, либо он одним методом досит, ты другим? Ну, обычно, заходя на сайт, можно в течение минуты сказать, какой метод для атаки лучше подойдет, и поэтому, скорее всего, это один метод атаки используют, самый, скажем, выгодный для всех, чтобы побыстрее и намертво. я встречал в жизни сайты, когда сталкивался с досом, которые залочены по умолчанию на хостере, там, на определенный IP. Знаешь, то есть, если на мой сайт заходят только из СНГ, вообще, он только на русском языке, к примеру, то владелец сайта закрывает, допустим, сайт на посещение из других регионов. Для чего это делают? Для защиты от доса, там, с иностранных ботов, допустим? Ну, я думаю, что да, но в основном, чтобы у сайта была целевая аудитория из какой-то определенной страны, потому что, в принципе, если это какая-то маленькая страна, то, ну, никто не заказывает обычно такие сайты, но я на практике не встречал, чтобы такой сайт вот мне попадался. Под маленькой страной я имею в виду то, что это какой-то максимально локальный сайт, вот, и, скорее всего, додосер откажется от него, потому что, скажем, когда он будет подбирать прокси, чтобы войти на него, он поймет то, что геморроя больше, чем выгоды. То есть, если сайт получается залочен для большинства стран мира, к примеру, вот у тебя боты американские, там и австралийские, к примеру, да, у меня сайт на эти регионы, то есть, стоит этот региональный блок, то, соответственно, ты смотришь, что он не подходит под твой ботнет, получается, да, и что у тебя не хватит ботов, чтобы его положить, к примеру, и ты тогда от такого заказа отказываешься. Ну да, просто говоришь то, что или у меня не получится это сделать, или, ну, просто говоришь, не, я не собираюсь атаковать. По стоимости, сколько будет стоить положить ламоду ру, к примеру, на сутки? Ну, сначала додосер зайдет на сайт, посмотрит вообще, как он сделан, насколько качественно, потом просмотрит, на каких серверах стоит этот сайт, вот, если это какие-то большие компании, как ОВХ или Клаудфаст, то это будет стоить очень дорого, я думаю, то, что больше 200 долларов в сутки, может так. Ну, это мало даже, я видел объявления там и разговаривал с додосерами, они говорят, за казино некоторые по 5000 долларов в сутки платят. Ну, казино, да, потому что сайт ориентирован на большой поток людей и, соответственно, сервера у них довольно мощные стоят. И, ну, казино это, в принципе, очень выгодный сайт, который, положив, если посчитать, то очень большие убытки будут у этой компании. Вот, к примеру, был случай, что люди клали какую-то контору, где были бинарные опционы, а контора работала по принципу, просто брала графикой котировки у другой конторы, соответственно, с запозданием в 1-2 секунды. И додосеры подбирали атаку так, что запоздание было секунд 40, и тем самым люди, которые прошарены, они могли ставить ставки на победу всегда, выигрывать, потому что они видели на 40 секунд вперед, скажем так, и зарабатывали большие деньги. не буду говорить, что за конторы, что за люди. То есть для этого еще заказываются ДОС-атаки, чтобы просто не положиться это, притормозить его работу, например, и получить какую-то временную фору. самые дорогие заказы за твою карьеру? Ну, давай я не буду говорить, что это за сайты, а так отдаленно скажу, что они из себя представляют. Это самый дорогой был, платили 120 долларов в сутки, и это был один оператор сотовой связи. СНГ или зарубежный? Зарубежный. То есть на то, чтобы положить его сайт просто, да? Да. Ну, я так понял, как заказчик написал, там очень сильно подняли тарифы на связь, ну, и, соответственно, какие-то люди были недовольны этим, вот, и поставили передусловием или снижаете, или вот как раз ваш сайт будет не работать, и как раз так и получилось. Через сколько после оплаты, допустим, сайт там врага, обидчика, он может выйти из строя? Ну, обычно еще до оплаты все, скажем так, компетентные дудосеры предлагают бесплатный тест на 5-10 минут, чтобы доказать свою компетентность, тем самым убрать с себя статус какого-то скамера и так далее, доказать то, что ты реально это можешь, вот, соответственно, поступает оплата, запускаешь атаку, и обычно если сайт не ложится в первые 30 минут, то, скорее всего, он и не ляжет потом за сутки, то есть, ну, 5-20 минут и сайт лежит. Самые сложные заказы в твоей жизни? Скажем так, у меня не было самых сложных заказов, потому что дудос это в принципе не сложно, ты все настраиваешь и сидишь ждешь. Скажем, у меня были самые неадекватные заказы, то есть, писал человек и говорил то, что положи весь гугл, чтобы я свою поисковую систему там сделал быстренько и ей все пользовались, такого плана были. Опять же, много школьников, которые их, видимо, забанили на каком-то сервере, там, GTA или еще что-то, просили этот сайт тоже положить, вот, и почему-то все думают, что это очень дешево, как бы, и предлагали деньги, допустим, за какой-то крутой сайт от GTA Samp, 500 рублей в сутки, что ли, что-то такое. Ну да, это вообще несерьезно. Заказывают DOS-атаки обычно кто? Чаще, конкуренты, либо это делается из мести? Ну, вообще, в основном конкуренты, конечно, заказывают, но больше всего заказывают люди, которые хотят на этом сами заработать, то есть, шантажисты. Они переписывают с сайта все контактные данные, просят меня его положить и сами ведут переговоры с представителями сайта, как бы, или вы нам платите энную сумму, или сайт лежит и он не будет работать, так далее, вы теряете прибыль, что еще хуже для вас. И платят за это? Да, но, опять же, шантажистов очень неплохо ловят, если вы зайдете на YouTube и посмотрите, ну, вобьете просто словосочетание поймали хакеров, то вы увидите, что это в основном дудосеры, потому что они не придерживались каких-то базовых правил безопасности, то есть, они клали сайт и по телефону звонили людям, которые его держали, или, что еще небезопаснее через ВКонтакте, там, без VPN и без Прокс, и, соответственно, их сразу вычисляли и сажали. Да, я даже в книге своей писала таких, были такой, горшков, не помню уже второго, их выманили в США, но знали, что они занимаются блэкмейлингом, шантажом именно компаний, досят их, да, их выманили в США и раздали им там тюремные сроки, вот, так что достаточно небезопасное занятие. А какие суммы вымогают шантажисты тогда со своей жертвы? Ну, обычно берется сумма стоимости додоса и умножается на 3 на 4, чтобы окупиться. Ну, то есть, если они тебе платят, допустим, там, 100 долларов в день, то они с компанией там просят 400-500, допустим, да, умножают там на месяц, ну, тысяч 10-20 долларов с них вымогают, образно говоря. Все верно. Также еще воспользуются популярностью так называемый интернет-рекет. Это когда просят каждый месяц платить сумму и сайт будет работать. То есть, грубо говоря, они дают крышу от самих себя. Ну, хорошо, а если при этом крышу от самих себя не обеспечили, но если при этом поступит какой-то сторонний заказ и их сайт будет лежать постоянно? Ну, обычно это делают сами додосеры и тем самым еще предлагают за какую-то сумму денег установить всякие заглушки вот эти вот, то есть, обеспечить безопасность. И даже если сайт будет проатакован, о мошенниках ничего не известно, опять же, они могут просто сказать все, до свидания, типа, нам все равно. Какой процент компаний платит досером, а какой обращается в полицию, допустим? Ну, скажем так, если это крупная компания и ты их додосишь, допустим, положил сайт на 20 минут, а потом написал им то, что вот, я ваш сайт положил, давайте я вам помогу исправить косяки ваши, там, улучшу вашу безопасность, порекомендую может быть что-то. Скорее всего, они не будут обращаться в полицию, они запишут ваш контакт и будут всячески к вам обращаться за какие-то суммы, чтобы вы им помогали. А различные мелкие сайты, они могут написать заявление, если у них хорошие прибыли идут, если у них прибыли нет, то им что додос, что не додос, им все равно. Можно ли положить сайт, допустим, вк, ру или фейсбук, и какие мощности для этого потребуются? Для этого точно нужен будет не один человек, просто тысячи зараженных компьютеров, ну, очень сложно, но можно. Ну, они не отобьются, вероятно, быстро. Скорее всего, они быстро отобьются, поднимут все сервера и будут в таком строгом режиме следить за всем этим. Методы защиты от додоса? Ну, прежде всего, я порекомендовал бы не поскупиться на хороший сервер, это прежде всего. Также поставить бесплатную заглушку Cloudflare, вот, ну, капча, но обычно капча ставят, когда вот сайт атакуют, и вот ее ставят уже после этого, потому что, ну, никто не застрахован в этом деле, и обычно рыпаются только после того, как уже все произошло. вот, также, если вы небольшая компания, хотелось бы порекомендовать не писать какие-то контактные данные, то есть, там, не писать Telegram, а оставить номер телефона, потому что поэтому можно будет легче вычислить злоумышленника. Если тебя досят и начинают вымогать деньги, да? А кто чаще всего вымогает деньги, то есть, сами досеры типа тебя, либо просто сторонние люди, которые нанимают досеров? Чаще всего сторонние люди, но бывает, что додосер сам нанимает такого человека, потому что сам понимает, что это небезопасно, и лучше найти какого-нибудь другого, пусть он этим занимается, а я буду сидеть и смотреть за мощностью. Вот ты говоришь про CloudFare, да? То есть, насколько я понимаю, это WAV, получается, обычный веб-аппликашн фейервол, который защищает твои, получается, твой сайт. Ну, да, то есть, он использует проксирование и фильтрацию HTTP запросов. Но у CloudFare же есть конкуренты, например, Akamai, Encapsula, какая принципиальная разница между ними, потому что ценники там порой в разы отличаются, и что ты порекомендуешь вот как лучший веб-аппликашн фейервол? Ну, прежде всего, у CloudFare есть бесплатный тариф, то есть, за 0 рублей, но не то, что он спасет вас как-то, он просто отделит в сторону начинающих дудосеров, которые просто не будут знать, как это обойти. Вот, а порекомендовал бы я Stormwall, такая штука, нужны запредельные мощности, чтобы ее обойти. Там все, там скрывают IP сайта, там фильтрация, проксирование, ну, в общем, штука очень сложная. Ну, это тоже какой-то платный варф получается? Да. А какова его стоимость в месяц, или зависит от трафика на твой сайт? Ну, честно, не могу сказать, что по ценам, потому что не слежу за этими компаниями, скорее просто может быть от трафика зависит, может еще от каких-то факторов, не знаю. Ну, как ты говоришь, Штормвол? Штормвол. Штормвол, наверное, будет, да? Ну, да. А вот Акомаин капсулы, я про них просто читал тоже немножко. Ну, они не так популярны, я, может быть, очень редко их видел, я даже не задумывался, может быть, даже не знал, что это такое, я просто врубал атаку и все, и все падал. Если атака не идет одним вектором, то есть ты используешь какой-то другой, более подходящий для данного сайта? да, бывает так, что, допустим, один метод не работает, ты, допустим, сидишь, посмотрел все, прочекал и понял, что, да, я вот допустил ошибку, тут подойдет более лучший метод, скажем так, и уже врубаешь его. То есть, либо ты со старта неверно определил наиболее там, ну, самый действенный метод, да? Либо отбили, может быть, атаку этого типа? Ну да, может быть такое, но обычно сидишь, если мы говорим про стрессор, то ты просто все подряд пробуешь методы и смотришь, вот на каком сайт лег, и его и оставляешь, пусть работает. сколько ты учился всему этому? Ну, я и до сих пор учусь, можно так сказать, потому что технологии не стоят на месте, вот, все улучшается, мощность увеличивается, сервера все лучше и лучше становится, а так, чтобы войти в эту сферу, ну, нужно месяца два, наверное, так, начать с протоколов, с базовых каких-то вещей и дойти уже до методов обхода капчи и так далее. То есть минимум месяца два, да? Ну, примерно, да, это время. А много ли досеров в России и вообще какие страны там, ну, в каких странах проживает там наибольшее количество досеров или все это Россия и страны СНГ? Ну, вообще считается то, что больше всего до досеров в Китае, но в СНГ их тоже достаточно, это Россия, Украина, Казахстан, между прочим, да, там сидят ребята с большими мощностями, Белоруссия я тоже встречал, ну, то есть СНГ, да. Сколько в среднем зарабатывает в месяц вот обычный дедосер, есть ли среди вас какие-то звезды, которые там супер уровня, там, которым под силу любая атака? Ну, да, есть такие люди, например, это Казах, может быть, его кто-то знает, человек, который то ли два года назад отсидел в тюрьме за дудос, ой, не отсидел, а его, в общем, забирали из-за того, что он включил атаку на казахстанский банк и забыл ее выключить, и наутро к нему пришли, ну, что-то такое было, я как раз у него обучался этому, вот, а так заработок колеблется, потому что зависит от количества заказов и от того вообще, как ты зарабатываешь, легально, нелегально, вот, но в среднем, если в российских рублях, то это может от 50 до 500 тысяч, вот такой вот разброс. В месяц, да? Да. А насколько тяжело вообще находить заказы и где вы ищете клиентов? Ну, прежде всего подаются объявления на форумах, в телеграм-площадках, на различных каналах и так далее, вот, но также я люблю спамить ВК по группам тематическим, привлекать людей, чтобы они за меня искали клиентов, то есть, говорю, допустим, вот, приводишь клиента, он заказывает дудос, ты с него получаешь там две-полторы тысячи рублей. Дилеров? Ну, скажем так. И сколько заказов ты в среднем выполняешь в месяц? Ну, опять же, это очень разбросанная цифра получится, потому что бывает месяц вообще ну, просто голяк, нет заказов никаких, а бывает то, что их столько, что ты их раздаешь знакомым дудосерам, чтобы они атаковали, вот. кто чаще всего обращается за заказами, то есть наша публика СНГшная либо западники? СНГ, ну, я работаю в основном с ребятами из СНГ, потому что с английским, скажем так, не очень, но и обращались пару раз из Европы ребята, вот, как раз заказ на сотового оператора, вот, и еще какой-то там был, уже не помню. Сколько досеров ты знаешь? Ну, скажем так, ну, не лично, понятное дело, там, виртуально, вот, сколько, вот, ваша группировка, вот, сколько человек, допустим, 100, 200, там, 50? Человек 300. То есть, это только ты знаешь, то есть, человек 300, да? Ну, да. А само комьюнити, наверное, еще больше? Да, конечно. 300, это цифра только по Газахстану, которых я знаю, по России, это еще человек 30. Ну, всего, можно сказать, наверное, досера в СНГ, там, 500 тысяч человек, или это ошибочная цифра? Ну, мне кажется, больше. Ну, это понятие размытое, потому что досером можно назвать человека, даже, который, ну, купит стрессор, скажем так, или вовсе, там, скачает какую-нибудь программу, логик, и начнет, там, тоже додосить. То есть, вот, если профессиональных додосеров, то, мне кажется, эта цифра меньше тысячи, а если так, ну, просто додосеры, то, может быть, тысяч, десять даже. Ну, даже тысяча, да. Неужели на всех вас хватает заказов? Вот, тысяча профессионалов, к примеру. Ну, это зависит от того, кто как пиарится, скажем так. То есть, если человек инициативный, везде раскидал свои объявления, ну, также тут работает принцип, когда ты, допустим, задодосил, выполнил заказ, и тот человек порекомендовал тебя другим людям, и те уже у тебя тоже берут, то есть, по цепочке идет. Сафон на радио. Да. Вот ты же видел мой сайт, да, кэшбэк-сервис, мой секрет-дискаунтер. Вот, ну, как быстро ты его сможешь положить? За пять секунд. И какое количество ботов для этого потребуется? Какое количество, не могу сказать. Много. Но там сервера у нас же нет, это не VDS, а обычно VPS просто в облаке. И имеет ли это какое-то значение, то есть, где сервер он, физически, либо в облаке, там, в крупной компании, вот в Амазоне, допустим, я облачный хостинг возьму? Ну, в принципе, значение не особо имеет, там нужно смотреть, скажем так, по нагрузке и так далее. Но физически может чуть-чуть получше будет. нас досят от 4 до 6 раз в месяц с мощностей до 250 гигабит. Это большая мощность вообще для моего сайта. Да. у нас настроен сервер так, у меня один whitehead хакер как бы ручной настраивает его, но он был кстати у меня на интервью, то есть, ты видел это интервью вообще с хакером у меня было? Да. Вот. Ну, многие, знаешь, пишут, что там, да какой он некомпетентный вообще, он младше тебя гораздо. Вот. И, ну, этот некомпетентный, то есть, те, кто пишет такие комментарии, они и десятая часть его знаний не владеют, да. И вот, когда нас атакуют с 250 гигабит, причем, очень прикольная атака была, это была с интернета вещей, они берут, допустим, роутер, к примеру, они берут роутер и прописывают, там, как, берут роутер в каком-нибудь паблик, вот это последняя атака была, самая интересная, они берут взломанный роутер в каком-нибудь там, на вокзале в США, к примеру, где там тысячи людей подключены одновременно к этому Wi-Fi роутеру, и им в DNS, ну, если я все правильно говорю, прошу, простите, могу технически ошибаться, и ему там в DNS прописывают, что все, кто ищет Google допустим, сразу попадают ко мне на сайт первым делом, понимаешь, но не на сайт уровня по Урлу, ну, то есть, каким-то образом они нагружают мой сервак, то есть, они до того, как попасть в Google, сразу все попадают ко мне, и просто вот с тысяч таких взломанных роутеров получается, что атака там и общая мощность составляет 250 гиг, и сервер этот, наш хакер настроил так, что он выдерживает атаку, он не ложится, но из-за такой нагрузки нас отключает хостинг провайдер, понимаешь, и все, вообще, он говорит, угроза дата-центру, короче, мы вас вырубаем, сделайте что-нибудь, ну, конечно, нам это не очень нравится, что он нас вырубает, да, извините, у нас все настроено нормально, давайте вы как-то будете решать, ну, или, ну, что у него за позиция сделать оху что-нибудь, что нам заплатить кому-то, чтобы атака прекратилась, или что, ну, такое. Ну, это, вот то, что ты сейчас сказал, это довольно экзотическая атака такая, может быть, ребята хотели показать себя просто, чтобы ты их заметил, скажем так. Ну, предложение ни о каком выкупе, ни о прекращении атаки не поступало. Может быть, тогда ребята хотели вообще узнать принцип работы этой атаки, и твой сайт выбрали случайно или не случайно, потому что ты все-таки известный человек. Хорошо, давай тогда просто, ты вот пришел на это интервью, да, и ты один из немногих, кто там, скажем так, ничего не рекламирует, там никакой онлайн школы, там молодого преступника своей, да, давай просто сделаем в прямом эфире, скажем так, ну, не сейчас, а потом просто подмонтируем это, то есть ты просто положишь мой сайт, мой сайт, и потом же сделаешь его аудит, и сделаешь его безопасным просто, то есть мне не охота там самому настраивать эти всякие клаудфеи и так далее, да, но ДОС-атаки, если честно, уже надоели, мы их успешно отбиваем, но все это отнимает нервы и время, вот, соответственно, 4-6 атак в месяц идет, и я не знаю, кому это надо, но естественно, я думаю на конкурентов, естественно, и на конкурентов не тех, кто позади, а тех, кто впереди, естественно, на первую тройку, вот, и просто, ты допустим, настроишь там какой-нибудь этот, штурмвол там, или клаудфея, ну, такой с оптимальным пакетом, да, и мы просто покажем, что было, что стало, и уже после настройки, да, ты запустишь туда же аналогичную атаку, к примеру, и мы просто покажем, как, там, тот же бесплатный пакет клаудфея, да, этого фейервола, и плюс твои настройки, какие-то знания, этих нюансов, помогает справляться с этим, вот, и соответственно, это будет, ну, как бы, во-первых, демонстрация твоей мощности, что ты можешь в плане, допустим, атаки, и что ты можешь в плане безопасности, потому что у нас все же тут не университеты, не академия молодого преступника, а мы рассказываем, как бывает вообще, что есть и такая сторона жизни, и вообще от деятельности, да, и все же призываем как-то, ну, действовать в русле законов, то есть именно приходить на светлую сторону, если ты можешь, скажем так, одним и тем же там мечом, да, ты можешь и убить человека, там, врага, и точно так же защитить там свой дом, скажем так, поэтому мы призываем, конечно, все это защищать, вот, и, ну, посмотрим, за какие структуры, да, в интернете, вот, чтобы их задосить, положить, платят больше всего, вот, как мы уже коснулись в разговоре казино, вот, кто еще, какие структуры самые высокооплачиваемые для тебя? Ну, это казино, бинарные опционы, ставки прежде всего, а также форумы, очень часто как раз с дарк тематикой, и какие-то госструктуры типа банков, это вообще край, прям высший пилотаж, и очень страшная затея. Высший пилотаж по сложности? Да. И по стоимости? И по стоимости тоже. И по риску, да. Да, риск это прям вообще максимальный, какой только можно придумать. Ну, запредельно. Да. А как вообще ловят досеров? Ну, во-первых, додосеры сами себя часто подставляют, то есть, если они атакуют, чтобы что-то доказать, то они об этом где-то напишут, то есть, я вот задодосил там, допустим, крупный банк, там, знайте меня, мой ник, и так далее. Но, есть некоторые моменты, о которых додосер может забыть, то есть, допустим, у него имеется батнет, и зараженный ПК в этом батнете американский, и, соответственно, он начинает атаку, все, там идет трафик, на сайт, на сервер, и он заходит со своего компьютера на этот сайт, чтобы просто проверить, ну, что там, положил я его или нет, то есть, работает, не работает, и тем самым, когда человек на том конце будет отслеживать трафик, он видит то, что поступают запросы американские, тут один оп какой-то российский просочился, и вот это уже может вызвать какое-то подозрение, настороженность, и дальше могут это просто раскрутить. А кто ваш основной враг? Группа ИБИ, наверное? В плане. Ну, вот это вот расследование МДОСАТАК занимается вот в том числе группа ИБИ, да, с очковой компанией, или с очковой? Ну, могу сказать точно, отдел К занимается этим. А знаешь ты, какой срок тебе в России, допустим, за это грозит? Не знаю, понятия не имею. Ну, ты бы хоть поинтересовался, какие статьи УК ты нарушаешь? Не санкционированный доступ к компьютерной информации? Ну, да. Может быть, Компьютерный саботаж, скорее всего, еще. То есть, выведение строя там инфраструктуры? Наверное. Ну, то есть, о рисках ты вообще не думаешь, да? Ты думаешь, что никогда не попадешь? Ну, просто если соблюдать даже базовые правила безопасности, то, скорее всего, тебе ничего не будет. Много ли вообще, я не помню, спрашивал или нет, много ли вообще твоих знакомых досеров сталкивалось с проблемами с законом? Ну, вот, насколько я знаю, только один, это казах, мой учитель. Но, столкнулся он с этим, потому что, там, ну, из-за халатности, да? Ну, да, он еще, в твиттере, по-моему, выкладывал посты, то, что там, про атаки, что-то такое. Но уже не помню, давно достаточно было. Самые странные заказы в твоей карьере? Ну, заказы на Google, я считаю странным. Также, был какой-то заказ, ну, не странный, а такой какой-то. В общем, писал мужик, у его жены был сайт, ну, такой, как портфолио, то, что там, ногти, женщина делает. Вот идет визитка. Ну, типа того, и вот, то ли она ему изменила, то ли еще что-то, и вот он хотел на этом отыграться. Ну, и сколько стоит положить такой сайт? Долларов 10 в день, наверное? Ну, чуть побольше, долларов 20. Ну, как бы, если человеку очень надо, прям срочно и обязательно, то, ты можешь назвать, повысить цену, и он все равно не откажется от этого. То есть, это самые такие нелепые заказы, да? Ну, да, то есть, вот ему надо, и ему все равно, сколько это будет стоить, вот хочу я отомстить, и вот, как бы ни бывало. А самые запомнившиеся какие-то заказы в твоей карьере? Самые запомнившиеся, это когда администратор одного форума, в общем, тестировал безопасность форума, как раз, вот, и каждый раз какие-то манипуляции проводил, и каждый час говорил мне, попробуй задудосить теперь, теперь, и вот, два дня мы так сидели, дудосили каждый час, вот, и в итоге он там что-то сделал, и там все, навпихал, и капча, там вообще абсолютно все вот эти вот вещи, вот, и в итоге просто потом забили, и все. Ну, и его уже стало невозможно от... ну да, но при этом и у него сайт теперь, когда заходишь, во-первых, грузится секунд 20, потом капча вылазит, потом еще одна капча, потом ты заходишь на сайт, у тебя там загрузка какая-то бесконечная, ну, в общем, такое, чувак просто решил посмотреть, как бы, способен, не способен, так вот. Это уже перебор. Ну да, то есть, это уже не то, что дудосер, это обычному человеку в лом будет уже заходить туда, вот эти вот, ждать по 20 секунд, там капчи, проходить. Он растеряет всех клиентов таким образом. Ну да. То есть, во всем нужно, нужен баланс, золотая середина. Да. А что ты никогда не будешь делать, вот, например, тебе предложат, вот, определенный заказ, ты скажешь, нет, это я делать не буду? Любой государственный заказ. То есть, если тебе там ГРУ позвонит и скажет, завтра кладем там сайт американской партии, допустим. Да, я этого не буду делать. По доброй воле? Да. То есть, ты допускаешь, что все-таки ты это будешь, но не по доброй воле? Ну да. Ну правильно, потому что иголки под ногти и прочее, но приятного мало. Это все хорохорятся, я там никогда не буду этого делать, там, пока не столкнуться, знаешь, там, ты же не знаешь предел своей боли, возможности, еще что-то. А еще что? А в плане коммерческом, допустим? В коммерческом? Ну, какие-то моральные вещи, там, допустим, сайт церкви какой-нибудь, вот, или сайт, где собирают, допустим, деньги детям. Ну да, вот такого плана. То есть, ну вот такие вот вещи, которые, за которые тебе может быть стыдно в дальнейшем. Поскольку лет в среднем тем дозером, знакомым твоим, с которыми ты общаешься, работаешь? Не знаю, никто не говорит о возрасте, ну, я думаю, это диапазон 17-30 лет. А встречаются ли вы в реальной жизни? Нет. Мы так в кардзерской тусовке раньше встречались регулярно, вместе там отпуска проводили, какие-то там, тусовались в Европе, но сейчас уже тоже все реже и реже, потому что риски возрастают. А какие-то нелепые ситуации были у тебя за карьеру? Да, было несколько, но самое запоминающееся, это когда я сделал тест человеку, все, сайт успешно лег, вот, и он заказал мне этот же сайт на три дня, вот, и я, получается, запустил атаку, вижу, все лежит, забил на нее, а потом через два дня захожу, а сайт-то не лежал, в общем-то, как-то смотрю, а у меня атака остановлена, вот, и, а тот человек даже и не видит, не подозревал, просто сказал, типа, ну, все, спасибо, приятно было поработать. Но это они отбились просто или у тебя какой-то сбой? Нет, это у меня, я нечаянно ее остановил, видимо, вот, и ни я не заметил, ни заказчик не заметил, никто не заметил. А бывали ли у тебя ситуации, когда ты, ну, при всем желании не можешь технически выполнить заказ? Да, такие ситуации зимой обычно, когда, не знаю, почему именно зимой, но заказов очень много, у тебя все сервера, все оборудование занято, и тебе, допустим, пишет человек, а у тебя просто с свободного оборудования, может, там, один сервер, два, и ты понимаешь, что тебе просто не хватит мощности. Ну, а такие случаи, чтобы ты взялся за выполнение заказа и просто не смог его выполнить? Да, такое бывало, и в основном бывает у новичков, и у меня такое было, то, что, допустим, только вот вошел в DDoS, там, купил стрессор, сервера, там, все настроил, и разместил объявление, и тебе пишут люди, а ты ничего и не можешь сделать, то есть, говоришь, у меня не получится, допустим, и они уже понимают, то, что ты, ну, какой-то слабый, скажем, человек, как дудосер. Новичок. Ну, да. А как ты вообще попал в эту сферу? Ну, я думаю, как и все, просто искал, как заработать в интернете, скажем, вот, но и хотелось попрограммировать, и это что-то между получилось, так, если схемы все вот эти вот не работают, ничего, то есть, быстрых денег не бывает, и, ну, а программирование высокий порог вхождения, то есть, достаточно сложно писать вирусы, какие-то программы, а тут такое, ну, среднее, да и, в принципе, интересно и полупассивно. То есть, ты именно поэтому выбрал направление ДОС? Да. Что связано с программированием и с деньгами, да? Ну, да. Я, возможно, спрашивал уже это, вот, в связи с тем, что ты говоришь, там, ну, тысяча плюс ДОСеров, допустим, да, или там даже гораздо больше, хватает ли на всех заказов? Да. А у тебя была полная семья? В плане? Мама, папа? Да. Я знаешь, что спрашиваю, просто, многие вот, кто приезжают, вот всякие там и хакеры, и кардеры, да, и люди, которые просто на каких-то, в каких-то других криминальных темах, в основном все выросли без отца почему-то. И я просто пытаюсь продлить это умозаключение дальше, и вот спрашиваю это у всех. Мне кажется, это один из факторов, ну, что человек просто как-то на какой-то криминальный путь становится, там, мать, например, работает постоянно, не может, как бы, много времени уделять. Ну, у тебя, видишь, полная семья была. Нет, просто тут решающий фактор был, это безопасность, и ДОС, это такая тема, ну, безопасность, это, ну, безопаснее всего для человека, грубо говоря. То есть, в кардинге тебя могут поймать, там, если вирусы пишешь, тоже, а тут, ну, ты неприкасаемый, по сути, тебя не вычислить, если ты сам не совершаешь ошибок. Но ошибки, в основном, вся технического плана, да? Нет, ошибки как раз совершает сам ДОС. Человеческий фактор. Да. Триндеть начинает на каждом углу. Ну, начинает триндеть, делиться, там, со всеми, вот, пишет, там, об этом, сам какие-то оплошности допускает, может, там, не включить тот же VPN, допустим. Ну, то есть, халтурят люди, и из-за этого их и ловят. но в СНГ отделка работает очень плохо, я могу сказать, потому что, ну, чувствуется, у них не хватает специалистов, чтобы все это дело разгребать, и в итоге, ну, никого не сажают. Даже доказать сложно, очень, очень сложно доказать, что это ты, вот, клаус сайт. А реально ли вычислить заказчика ДОС-атаки? Потому что та же компания группа IB берет за это, я видел их прайс, берет за это 3 миллиона российских рублей, то есть, это получается, там, ну, 50 тысяч долларов. То есть, реально ли за эти деньги вычислить, там, заказчика ДОС-атаки? Ну, обычно, если ловят ДОСера и ставят его перед каким-то фактом, вот, говори, кто тебе, ну, заказал вот этого, то он указывает. Но обычно это так и ловят. Ну, это само собой. А как вообще вычислить, откуда пошла атака? Кто именно проосуществлял ее? Ты, допустим, или твой коллега, там, или еще, или из Казахстана, чувак? Ну, это практически нереально. И опять же, ну, если мы говорим про заказчика, то это вот только у жертвы могут быть догадки какие-то, там, кто это мог быть там, кому я там или насорил, или что-то такое сделал. Давай краткий блиц, можешь отвечать развернуто. Какое у тебя образование? неполное выше. То есть, ты учишься или... Учусь. Любимый писатель? Дюма. Любимая книга? Граф Монте-Кристо. Дюма, да. А какую музыку слушаешь? Ну, в основном, все подряд, что нравится. То есть, это зависит от ситуации. Если дома один, какой-нибудь, просто могу биты какие-нибудь включить и под них сидеть и заниматься. Если там с ребятами где-то на тусовке, то это, скорее всего, клубная будет. Есть ли у тебя девушка, либо жена, дети? Нет. Ни девушки, ни детей, ни жены? Нет. Ну, вовсе, мы в свое время. О чем ты мечтаешь? Мечтаю работать в какой-нибудь крупной компании легально, чтобы как раз следить за всеми процессами, которые происходят, обезопасить максимально и так далее. Что нужно для того, чтобы русских IT-специалистов знали не только по русским хакерам, но и просто как сильных специалистов, чтобы они сформировались как бренд, допустим, как индийские программисты, все мы знаем. Я считаю, что прежде всего нужно переработать саму систему образования в России, добавить больше практики, то есть то, что сейчас происходит в вузах, это больше где-то 90-2000-е годы, то есть человек может поступить на программиста, ему там паскаль три курса, допустим, рассказывают. Больше практики, я думаю, больше соревнований сделать по Capture the Flag, программированию как раз, ну и так далее. То есть тут уже вопрос образования. Да, я еще Basic изучал, то есть Basic, Pascal такое было. Ну и у всех дома стояли уже, ну у многих семей стояли компьютеры, ну такие, там с Pentium, да, такие, Pentium, AMD, а в школе у нас были компьютеры эти, ну я даже не помню, как они называются, ну советские такая херня, там мышка еще больше, чем вот этот микрофон, знаешь, такая мышка, короче, и там, ну там провод в два раза толще, вообще, я не помню, как они называются, и слава богу, что я не помню. Вот, да, такое, то есть изменить систему образования. Ну я считаю, что да. Заинтересовать людей, то есть компьютерными специальностями, показывая, например, не то, как считать вот это вот, а то, например, как уже самому делать какие-то программы, утилиты и так далее. То есть ты имеешь в виду заменить, дать больше практики? Больше практики, да, обеспечить неплохим софтом компьютеры, поставить хорошее оборудование, чтобы, ну, людям было реально кайфово этим заниматься. На что ты тратишь деньги обычно? Ну, обычно я не трачу, я на всем экономлю, откладываю их, чтобы как раз запустить какой-нибудь бизнес и так далее. А ты уже выбрал направление бизнеса, которое тебя привлекает? Ну, я бы хотел попробовать сделать туры по России, допустим, там на Камчатку, на такие экзотические места, на Эльбрус и так далее, ну, для активного отдыха. Ну, прикольно, интересная сфера, мне кажется. Сколько денег тебе нужно для счастья? То есть, вот для такого полного счастья? В плане, в месяц или? Ну, вообще, вот у тебя будет сумма такая, ты скажешь, вот я счастлив. если бы я жил в США, я бы назвал бы сумму там 5 миллионов рублей, но на данный рублей, да, а на данный момент, ну, миллионов 300 рублей, да? Да. То есть, это 5 миллионов долларов получается? Ну, примерно так. Тогда ты будешь счастлив? Очень. А что для тебя счастье? Ну, свобода и возможности. То есть, чтобы никто меня не ограничивал в действиях и я мог делать, что считаю нужным, и никто бы мне это не помешал бы. Вот ты сейчас нарушаешь законы, по сути, этой деятельностью своей, да? Кому-то доставляешь неприятности, там, ну, чьим-то конкурентам допустим. Тебя это вообще как-то заботит, трогает? Ну, да, но, как бы, учитывая то, что это бизнес, и люди используют там все средства, то тут, как бы, грех есть у всех, можно так выразиться, потому что не факт, то, что те, кого я дудосил, сами не заказывали кого-то. То есть, по сути, это честная игра. Эти заказывают этих, эти, этих. Зачем ты вообще сегодня приехал? Я решил рассказать людям вообще, что это такое, что это из себя представляет, чтобы люди пересмотрели свое мнение о дудосе и вообще использовали его только в нужных направлениях, как раз, чтобы лучше защищать свои сайты и так далее. то есть, чтобы не заказывали конкурентов, да, а тестировали исключительно свои сайты? Ну да. Ну так даже и твоя профессия, по сути, отомрет, если никто не будет друг друга заказывать. Ну, моя профессия не отомрет, люди просто из этой сферы перейдут в легальный дудос, скажем так. То есть, будете уже не нападать, а защищать? Ну да. Тем более, если говорить вообще о глобальном дудосе, то есть, это когда специально прям госкорпорации заказывают из других стран там какие-то сайты и госструктуры, вот, то это настоящая информационная война и там такие люди, я думаю, точно нужны. То есть, кибервойна, да? Да. Что ты вот скажешь нашим зрителям вот напоследок? Какое-то пожелание, там, может быть, совет, еще что-то? Потому что, в основном, молодые, 25-34 у нас средний возраст. Ну, я бы сказал, прежде чем принимать какое-то решение, нужно все обдумать от и до. А также, если вы занимаетесь чем-то похожим, то потратьте лишние 3-2 минуты, там, чтобы себя обезопасить, потому что, может быть, это время не так важно, вот эти вот, но многим лень это сделать, и из-за этого люди оказываются в тюрьме. Поэтому, прежде всего, думайте головой и развивайтесь в направлении, которое вам интересно. И не заказывайте конкурентов. Да. Ладно, спасибо, что приехал, очень содержательная беседа. Я знал о ДОСе, естественно, и многие зрители знают, но видишь, ты в таких подробностях рассказал, что я, например, видел, что расценки на это гораздо больше, во всяком случае, когда я интересовался этими вопросами, у меня там от 100 долларов в день только начинали с прайсов, которые мне предлагали, знаешь, такое, короче, ты же говоришь, что можно все сделать гораздо меньше, то есть, видимо, на этом рынке сформировался уже там определенный пласт посредников, судя по всему, то есть, я не знал, что стрессоры в такой, ну, в шаговой доступности, скажем так, их легко найти, вот, ну, такое, выводы делайте сами, то есть, никого не призываем, естественно, никакой незаконной деятельности, вот. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, делитесь с друзьями, вот, и никакого криминала, помните? Никакого криминала. Субтитры создавал DimaTorzok